Всем привет дорогие друзья! Сегодняшний обзор посвящен фильтру от накипи Thermix Ion. Это весьма интересный фильтр и наполнителем в нем является ионообменная смола. Сам производитель заявляет о том, что вода, которая проходит через данный фильтр, если она не подвергалась предварительному нагреву, пригодна для приготовления пищи и является пищевой. Но на самом деле это очень круто. Также на сайте присутствует информация о том, что данный фильтр пошел в соответствующую сертификацию. В комплект поставки входит ключ, инструкция по эксплуатации гарантийный талон, а также настенное крепление, которое фиксируется на саморезах и соответственно на дюбелях. Никаких сложностей с установкой не возникает. Сам фильтр имеет компактные размеры, что позволяет его устанавливать даже под ванной, грубо говоря. На фильтре имеется маркировка, которая обозначает направление движения потока воды. Колба прозрачная, позволяет контролировать весь процесс. И на сайте производителя опять же есть информация о том, что ресурс данного фильтра достигает до 90 тысяч литров. Ну это при оптимальных условиях, конечно же, если вода жесткая, то ресурс значительно сокращается. Также производитель говорит о том, что данный фильтр способствует очистке водонагревательных элементов, на которых уже присутствует накипь. В принципе, давайте мы это сейчас и протестируем. Итак, у меня установлен водонагреватель Thermix IF80V Pro Wi-Fi. Он использовался несколько месяцев. Никаких фильтров предварительной очистки, ну только грубой очистки, которая устанавливается сантехниками, у меня дополнительно установлено не было. Давайте посмотрим состояние тенов, после чего установим фильтр очистки от накипи. В принципе, в данном видео я постараюсь показать всю процедуру, как можно освободить тены, получить к ним доступ и провести их очистку. Очень важно помнить о том, что перед снятием тенов необходимо обесточить фильтр. Ну и конечно же необходимо слить воду. Для этого перекрывается подача воды в квартире. Открывается кран горячей воды в помещении в каком-либо, спускается давление, после чего откручивается шланг подачи горячей воды и далее откручивается крышка слива. Собственно, после того, как вода слита, мы выполняем все эти манипуляции. Вероятно, вам плохо видно. Здесь присутствует несколько гаек, фиксирующих тены. Мы их сейчас открутим и, в принципе, сразу же получаем доступ к самим тенам. Вероятнее всего, в баках еще осталось какое-то количество воды, поэтому ожидаемо, что когда все будет откручено, польется вода. Вообще, для выполнения данной процедуры рекомендуется снять водонагреватель, перевернуть его крышкой вверх и, в принципе, весь процесс будет удобный и мы гарантированно не обольемся водой. Собственно, следующий тест я буду делать именно при снятом водонагревателе. О чем я и говорил, остаток воды вылился на пол. Всего пара месяцев использования и посмотрите, в каком ужасном состоянии находится тен. Он полностью покрыт ржавчиной. Необходимо помнить также о том, что в таком же состоянии находятся тены и в стиральных машинах, поэтому давайте посмотрим, что будет спустя две недели после того, как я установлю фильтр. Прошло две недели, водонагреватель использовался активно. Фильтр пока не занял рабочую позицию. Стоит просто на полке, только для тестов. В этот раз водонагреватель стоит на полу. Доступ ко всем элементам свободный. Снятие проводов, снятие тенов. Удобно, комфортно. Я потрачу буквально несколько лишних минут на то, чтобы снять. Но процесс установки и разборки значительно проще. Ну, я думаю, результат налицо. Тен, конечно, не идеально чистый, но в сравнении с тем, что было с ним до этого он выглядит реально значительно лучше. Давайте сейчас посмотрим, в каком состоянии находится второй тен. Я еще раз хочу повторить, что для того, чтобы снять тены, лучше всего предварительно снять водонагреватель. Работать таким образом значительно-значительно удобнее. Обязательно снимайте водонагреватель перед его обслуживанием. Ну, здесь ожидаемо все то же самое. Тен находится в гораздо более лучшем состоянии, чем был две недели назад. Поэтому давайте мы на этом не будем останавливаться. Я продолжу данный эксперимент и посмотрим, в каком состоянии будет тен водонагревателя через два месяца. Через два месяца я вернусь к этому же водонагревателю с этим же фильтром и посмотрим состояние тенов. На этом все. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал и ожидайте новый видеоролик. Всем пока!